Привет из Объединенных Арабских Эмиратов, где компания Мариаде продолжает вас знакомить со школами и интернатами в Дубай. Образовательных систем здесь очень много. Можно выбрать местную индийскую, российскую, американскую, британскую программу, как например в Repton School Dubai, про которую мы рассказывали ранее на нашем канале. Сегодня же предлагаем отправиться в Swiss International Scientific School. Она предлагает как швейцарский, так и международный бакалавриат. Но что еще важно, она входит в число всего трех школ в Дубай, в которой студенты могут проживать на полном пансионе. С одной из таких студенток вы познакомитесь прямо сейчас, а также услышите ее честный отзыв об обучении в Дубай. Ну что, поехали! Друзья, хочу познакомить вас с Лисой из Москвы. Из Москвы же? Правильно, да? Москва. Ученица Swiss Scientific International School в Дубай только поступила, ну, четыре месяца здесь учишься. И не только учишься, но и живешь в школе. Ты до приезда училась в Москву? В Москве, да. Сначала в обычной школе, потом в предуниверситарии, потом уже оттуда поступила сюда. Если сравнивать процесс обучения, методики, которые используются в России и в этой школе, есть какая-то разница? Меня интересует в первую очередь это подача материала. Огромная разница. В чем? Тут, во-первых, у нас в каждом классе, у нас где-то, ну, конкретно в старшей школе. Нас 10, максимум 15 человек. То есть, учителя, он pay attention to everyone, он прям подходит, объясняет, если что-то непонятно каждому. То есть, без внимания никого не оставят, да? Вообще никого. Нет. На задней парте нельзя. Мы, если что-то не поймем, мы с класса не выйдем, нам все объяснят. Отлично. Мы все, так скажем, усвоим, и вот только тогда вообще без проблем учимся дальше. Вот. Еще у нас также, у нас все уроки проходят по презентациям. То есть, у нас есть вот такие вот smart boards. Вот. Иногда мы даже выходим тоже к доске, учим класс. Даже так? Да, по бизнес-менеджменту. Так лучше запоминается? Да, да, да. То есть, у меня одноклассники, они могут прям выйти к доске, что-то тоже объяснить нам. Мы вместе это обсудим, вместе сделаем задание. Плюс у нас, вот, кстати, еще одно классное отличие. У нас, вот, даже вот здесь вот парты, они, то есть, мы сидим... Не так рядами стоят. Да, да, да. У нас, так скажем, не по двое, вот так вот, как мы обычно сидим в русских школах. Да. Мы сидим вместе. Мы сидим в команде, то есть, вот, допустим, вот здесь вот... Это здесь вообще как будто как зал заседания, как будто здесь board of directors, да? Именно. Мы все обсуждаем вместе, делаем у нас, то есть, teamwork. Вот, потом дальше у нас в других классах мы по трое сидим. Нам учитель дает задание, мы его вместе делаем, вместе обсуждаем и потом, собственно, отвечаем. Swiss International Scientific School – это учебное заведение международного уровня. Окончив его, выпускники поступают в лучшие вузы мира. А какие именно, можете узнать из другого видео на нашем канале. Inspiring Excellence – вдохновляем совершенство. Перед тем, как мы продолжим нашу экскурсию, хотел сразу предложить вам после просмотра этого видео пройти на другие выпуски, посвященные этой замечательной школе. Все ссылки будут в описании под этим видео. Вот преподают в одностороннем порядке или все-таки учитель общается с классом? Всегда общается с классом. Всегда общается с классом. Лиса, расскажи мне, пожалуйста, что такое SWOT-анализы? SWOT-анализы – это сильные стороны, молодец, слабые стороны возможностей и угрозы. Это же бизнес же, да? Конечно, мы это проходили в октябре на бизнесе. У нас еще есть также… Она молодец, студентка бизнеса. Да, мы также проходили разные другие бизнес-стратегии, поэтому да, все изучали. Хорошо. Это не бизнес-класс, это… Научная лаборатория. Даже здесь они даже классные комнаты не называются, они называются лабораториями. Да, именно, именно. У меня, конечно, нет сайенса, но ребята, у которых есть сайенс, они прямо здесь делают всякие опыты. Эксперименты. Все построено на экспериментах, очень практическое. Всегда. Практикал-бейст у нас всегда. Потом дальше, вот, допустим, ребята одевают… Одевают халаты, защитные очки. Вот, мне кажется… А его как зовут? У него есть имя? Боб? Нет? Вот, это, по-моему, проекты у нас… Всегда у нас ребята делают проекты. В десятом классе там есть проектная работа. Вот, плюс у нас в IB диплома в одиннадцатом-двенадцатом классе у нас есть… Проект КАС на диплома и также есть волонтерские проекты. А что это такое? Это предмет для помощи обществу. Мы должны делать что-то для общества. Понятно, общественно значимая работа. Да. Это похоже на соревнования герцога Эденбургского в Великобритании. У студентов сорок часов волонтерской работы. Сколько? Сорок. Пятьдесят. Хорошо. Университеты это любят. И соревнования герцога Эденбургского у нас тоже есть. Правда? Хорошо. В рамках программы IB дополнительно они еще занимаются волонтерством. И есть еще одна вещь, о которой хотелось бы отдельно сказать. Как вы уже, наверное, догадались, Swiss International Scientific School – это IB-школа в Дубае, школа международного бакалавриата. Эта учебная программа используется во многих странах и уважаемая многими топовыми университетами. Но она подходит не каждому ребенку. Если будет интересно узнать почему, обсудим уже во время вашей бесплатной консультации. А пока смотрим дальше. Ну а что еще является неотъемлемой частью полноценного образования, помимо уроков? Конечно, различные внеклассные активности. И поверьте мне на слово, их всех здесь просто не перечесть. Как физических и художественных, так и творческих и научных. Из интересного можете отметить участие в концертной школьной группе, журналистику, цифровую фотографию, синхронное плавание. Даже искусством арабской каллиграфии можно здесь заниматься. А к какому клубу по интересу присоединилась героиня нашего ролика, давайте узнаем и, возможно, возьмем на заметку. Вы призываете студентов быть частью этой активной жизни в школе? Ты ведь амбассадор, лидер студентов? Да, я присоединилась к лидерской группе школы и также я амбассадор устойчивого развития. Поэтому мы общаемся на разные темы. Например, переработки мусора, экологии. Как можно в этом поучаствовать? Как можно заниматься переработкой в школе или заниматься этой важной глобальной темой? Знаете, экологическое образование сейчас очень важно. И школы, которые подчеркивают его необходимость, пользуются уважением родителей. Это правда. А родители довольны? Очень довольны. И знаешь почему? Потому что ты довольна. Да, это правда. Если наши дети счастливы, то и мы, родители, тоже. И когда ты едешь домой, ты уже ездила? А, наверное, на Новый год. Да. У тебя есть братья и сестры? Есть. Младше? Старше. И когда тебя спрашивают, Лиза, ну как тебе? Ты рекомендуешь школу? Да, сто процентов. Твои братья и сестры уже закончили школу? Да, один. Ну, а родственники и друзья из прошлой школы? Каждый раз, когда я показываю друзьям или родственникам мою школу, они говорят, Лиза, я бы тоже хотел здесь учиться, вот бы я тоже здесь учился. Им очень нравится. И тогда я понимаю, насколько я благодарна, что я здесь учусь. Замечательно. И ты здесь будешь еще как минимум год. Да. Могу я взять у тебя обещание? Да. Когда наши студенты приедут сюда учиться с этого сентября, ты за ними присмотришь? Сто процентов. Я помогу. Мы можем на это рассчитывать? Да. Отлично. Большое спасибо. Я думал, меня уже ничем не удивить, пока я не приехал в Дубай. Я побывал в таком огромном количестве разных школ, поэтому есть возможность сравнивать. Swiss International Scientific School, конечно, впечатляет. А как вам школа? Поделитесь своими впечатлениями в комментариях под видео. Однозначно, школа заслуживает внимания. Но так же, как и любая другая, она имеет свои особенности, которые подходят не каждому ребенку. Все эти моменты мы уже обсудим во время вашей бесплатной консультации. А я с вами прощаюсь. До встречи уже в следующих выпусках или уже во время вашей консультации. Пока. Авторский канал Адиль Ермеков. Все о среднем и высшем зарубежном образовании. Study Tube. Все, что нужно знать о зарубежном образовании. Travel Tube. Путешествуй по миру вместе с нами. И, наконец, Toki Toki Club. Учить английский вместе с нами интереснее и эффективнее. Путешествуй по миру вместе с нами.